В Сургуте завершаются сезонные благоустроительные работы. Минувшим летом значительные средства, свыше 30 миллионов рублей, направили на оформление клумб, организацию цветников и флористических зон, обновление газонов и зеленых изгородей вдоль городских улиц. Также в планах властей постепенно заменить дорожные ограждения, утратившие эстетическую привлекательность и кое-где уже пришедшие в негодность. В 2022-м новые конструкции, предназначенные для повышения дорожно-транспортной безопасности, горожан установят на центральных магистралях, проспектах Ленина, Набережной и на улице Аэрофлотской. Именно эта трасса является одной из главных дорог, ведущих в город, и проезжая по ней, гости экономической столицы Югры получают первые впечатления. Их несколько омрачает вид зеленых непрезентабельных заборчиков на разделительной полосе вдоль трассы. Воздействия природы и соляных растворов, которые применяют при обработке улиц зимой, сказались на металлическом конструктиве. Ограждения прослужили уже порядка 20 лет и требуют замены. Эта идея была главой города Андрей Сергеевич Хилатова. Мы, депутаты, тоже поддержали эту идею. Все новое, будем смотреть, как живется, как мнение людей. На мой взгляд, вполне симпатичные заборы. Они окрашены оцинкованным покрытием, что позволит экономить на ежегодной покраске данных заборов. То есть, на мой взгляд, они вполне презентабельные. На данный момент было установлено порядка 400 метров. К работам приступили, заборы поступили. Судьба демонтированных заборчиков известна. Те, которые возможно реставрировать, обновляют и вновь используют по назначению в городских локациях. Элементы, окончательно пришедшие в негодность, сдадут в металлолом. Всего в этом году в Сургуте заменят в общей сложности 6 километров дорожных ограждений. Стоимость проекта порядка 22 миллионов рублей. В эту сумму входит изготовление, доставка и установка конструкций. Они выполнены по современной технологии. Заявленный гарантийный срок службы – 10 лет. Аналогичные дорожные ограждения применяются в ряде городов России, в том числе и в Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Тюмени. Зеленые ограждения как раз и меняются на оцинкованные. Также в последующем будет предусмотрена замена ограждений и черных, для того, чтобы город был в общей концепте. Ограждения ставятся оцинкованные. Для организации движения пешеходов, чтобы люди не перебегали в неположенных местах и не попадали, соответственно, под машины и уменьшить тем самым транспортно-дорожные происшествия. Планируется установить дополнительно 10 тысяч метров ограждений в местах, где они должны быть встать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!